Сегодня я хочу с вами поговорить про то, как продавать автобусные билеты. Давайте пару слов сначала обо мне. Так сложилось, что моя профессиональная карьера началась с задачами с космоса, потом я занимался самолетами и кронопланами. Это тоже такие штуки, которые на два долетают. А вот, получается, примерно два с половиной года назад я так высадился и, скажем, начал заниматься автобусами. И за два года мы действительно пошли уже немаленький путь. Сейчас я работаю в компании Тату.ру, руководителем направления автобуса. Я думаю, многие из вас сталкивались и знают компанию Тату.ру. Кстати, кто знает, сколько лет компания уже существует на рынке? Двадцать? Ну, еще варианты. Ну, на самом деле в этом году компании 15 лет. Мы начинали как информационный ресурс с расписанием электричек. Сейчас это уже полноценный сервис путешествий, начиная там от расписания по всем видам транспорта, продажи все виды транспортов и пакетные туры, отели и вообще все, что связано с путешествиями. В этом году еще запустили новое для нас такое направление, это контентная история. Тут у сюжета тоже заходите, читайте все, что нужно, как бы пользу для путешественников. Так вот, ну, изначально, когда мы начинали заниматься автобусами, ну, мы понимали, у нас уже была очень хорошая экспертиза в ЖД, в авиа. Ну, мы думали, ну, там имеем и здесь получится, да. Все оказалось гораздо сложнее, рынок совсем непростой. Ну, и вот сегодня хочется как раз с вами поделиться о том, что нужно знать про рынок, что нужно знать про потребителей, чтобы с этим сегментом эффективно работать. Скажите так, кто вообще, что вы знаете вообще про автобусы в России? Какое у вас впечатление об этом? Ужас. Еще что? Ну, ладно. Так, ну, как бы здесь вот вы, наверное, сказали как бы общее впечатление. Давайте сейчас посмотрим, а что есть, да. Вот. Это в России или нет, как думаете? Нет, да, это автобусы в Чехии, это регио джетнен, один из крупнейших таких именно перевозчиков, который оказывает очень высококлассный сервис. Это там, да, ездит. Ну, это тоже вот Евролайнс, это автобусы, которые ездят в Европе. А бывает и такое. Бывает и так, но на самом деле автобусные перевозчики очень сильно развиваются. Это пример автобусов, которые сейчас ездят в Россию. Это по Питеру, Питер, Москва, такие направления автобусы ездят. И из Питера в Прибалтику много таких ездят. То есть сейчас рынок автобусных перевозок действительно растет, растет, развивается, перевозчики вкладываются, и для них одно из принципиальных – это качественный сервис. То есть они вкладываются в то, чтобы давать потребителям, своим клиентам чистые автобусы, воспитанных водителей, которые не грубят, не хамят, и в целом, чтобы клиенты получали удовлетворение, потому что очень высокая конкуренция с ЖД и Сави идет. Давайте в целом поговорим про объем перевозок в России. И какой вообще там объем? Кто знает, сколько сейчас людей ездят на ЖД-поездах в год? Вот так вот. Сколько? Миллиард? Ну, в России, давайте так, в России. В мире-то может быть и миллиард, но в России вряд ли. 49 миллионов, да? Ну вот, действительно, близки. Это цифра 102 миллиона, это с официального сайта РЖД, отчет за 2017 год. Как вы думаете, сколько людей на самолетах летает? 10 миллионов? 20? 125 миллионов. Это официальная статистика Росавиации, гражданские перевозки по России. То есть действительно рынок большой. А как вы думаете, на автобусах сколько ездит? 600 миллионов. Ага, еще цифры. Не-не-не-не, мы сейчас именно говорим про межгород, да? То есть здесь вот важный момент. 40 миллионов. 2 миллиона. Смотрите, 100 миллионов. Это оценка снизу, да? Это цифры, как бы вот за РЖД там четко понятно. РЖД там отвечает за каждого пассажира, цифры есть. В авиации тоже все понятно. С автобусами вот точную цифру никто вам сказать не сможет. Эта цифра, это наша оценка, причем это нижняя оценка, важно понимать. Потому что не все автобусы, скажем так, прозрачно работают, не все можно посчитать. Но мы, по крайней мере, используем эту цифру для каких-то построения внутренних моделей. И оценки того вообще, какой рынок. И в России сейчас живет 140 с небольшим миллионов населения. И если в каждом из этих видов транспортов ездят плюс-минус 100 миллионов, то очень большое пересечение. То есть есть люди, которые действительно пользуются всеми видами транспорта. Мы это видим по себе, потому что мы мультитранспортный сервис, да? Про путешествия в целом. И для вас, как для афилиатов, кто занимается привлечением трафика, допустим, в авиа и в ЖД, надо понимать, что эти же люди ездят на автобусы. Вот, давайте пойдем дальше. Как вы думаете, какая доля онлайна в каждом из сегментов? В ЖД, например. Кто знает эти цифры? Ну так, давайте, если не знаете, может быть так, поугадываем. Типлог, горячо. 40 процентов. Еще варианты? 20. 30. Ну вот где-то посередине, да? То есть сейчас вот по первому кварталу 2018 года, в прошлом году где-то было 45 процентов, сейчас уже 50. То есть каждый второй билет в Россию покупается в онлайне. В самолетах как ситуация? 85. Ну 90 это было прям совсем классно, да? Но цифра большая. По разным источникам мы видим цифру 70 процентов, 65 процентов. Ну вот давайте даже с нижнюю границу возьмем, это уже много. А как вы думаете, в автобусах сколько? 5, 20, 10, 5. Ну вот на самом деле цифра по России 5 процентов. Если посмотреть, это примерно вот так, да? То есть вот видите, автобус там прям вообще такой вдалеке, да, еще. Почему это происходит? Мы поговорим дальше и конкретно можно сказать, что ожидается действительно взрывной рост. В ближайшие годы там будет прорыв. И еще такой момент, вот просто понимать, да, кто первый войдет на рынок, тот и соберет сливки. Поэтому надо использовать эти возможности, как бы зайти и с этим работать. Так, есть еще одна интересная особенность. Как вообще устроен интерес к билетной тематике в онлайне? Что такое билетная тематика? Это когда люди идут в Яндекс, в Гугл и прям напрямую вводят там билеты на автобус, билеты на поезд или самолет. Здесь угадывать не будем. Здесь сразу покажу цифры. В GD это около 6 миллионов, это Яндекс примерно. В самолетах около 7 миллионов, в автобусах пока еще мало, миллион. Запомните эту цифру, потому что дальше мы еще к ней вернемся, как можно даже с этим работать, а на самом деле там сильно больше. Теперь важно понимать, как вообще устроен рынок. Потому что исходя из его особенностей, очень сильно это будет влиять на то, как мы работаем, как вы можете работать и как это дальше развивать. Вот это то, о чем хочется поговорить, когда мы рассказываем про рынок. Первое это государство, какова его роль в этой части и что сейчас с этим происходит. Государство очень сильно оказывает влияние на GD и на авиа, и понятно, с очень высоким проникновением онлайна происходит очень сильное обеление прозрачности этого рынка. Про автобусы там мы знаем, вот этой прозрачности пока не хватает, и государство заинтересовано в том числе в том, чтобы развивать это онлайн, способствовать развитию. И это дополнительно для нас и для вас стимул того, что рынок будет расти. Если мы говорим сейчас про автовокзалы, следующее. Это интересная сущность в рамках перевозок, потому что так сложилось исторически, что перевозчики вынуждены были отдавать все свои билеты в кассу, и все продавалось через кассу. И экономика автовокзалов, она строилась от продажи билетов. Автовокзалов в России много, ну как много, 2,5 тысячи где-то, и важный момент, что они управляются примерно 600 компаниями разрозненными. То есть там нет одного главного автовокзала, который рулил бы всеми автовокзалами России. Это значит, что каждый живет примерно сам по себе, и откатываясь назад, помним, что для них основной канал продаж были кассы, они никогда не думали про онлайн и до сих пор об этом не думают. То есть они готовы отдавать билеты в системы, и чтобы другие продавали, но своих онлайн-каналов у них нет. Об этом тоже можно подумать. Дальше, ну перевозчики. Сколько вы можете назвать GD-перевозчиков? Два, три. Ну в любом случае как бы их не так много, а все объединено большой, тремя красивыми буквами, да, и RGD, и здесь все понятно. В авиаперевозчиков сколько можно так вот сходу? Ну пять, десять, ну в общем десятки, там два, три, ну если поднапрячься, можно там три десятка вспомнить. А как вы думаете автобусных перевозчиков? Двадцать тысяч, ну там действительно счет идет на тысячи, да, и в принципе в автобусах пока еще не сформировалось понятие, что я поеду на, именно на этом перевозчике, да, то есть в принципе как люди приходят. Я, мне нужен ближайший автобус Тулу, там нет такого, что мне нужен ближайший автобус Тулу, там перевозчика лучшей автобуса России, да, но пока как бы этого нет. Это тоже надо понимать, что рынок очень дефрагментирован, там даже самые крупные перевозчики, там максимум 3% рынка от общего количества маршрутов, да, и это конечно тоже отражает, ну есть определенная специфика. В онлайне как бы мы можем как раз таки, да, если мы с вами рассказать больше про автобусы, потому что в кассе там потоковый идет процесс, и люди не имеют возможности сказать, что какой мне выбрать автобус, там хочу покомфортнее и так далее, и так далее. Как раз таки вот здесь в онлайне можно больше рассказать про перевозчиков и дать пользу для клиентов. Следующее это агрегаторы. Агрегаторы еще часто называют себя GDS-ами. Кстати, GDS-ы знаете, что такое? Знаете, это понятие из авиации, это такие единые системы, глобальные дистрибьюторские системы, которые появились в 10-х годах прошлого века, и туда все авиакомпании складывают билеты. Все онлайн агентства работают так, что подключаются к GDS-ам, и там, сделав интеграцию с одной GDS, ты имеешь сразу там все авиабилеты мира практически. Здесь такого нет. Вот как раз таки начинают появляться агрегаторы, из-за того, что все вокзалы разрознены, единых систем нет, они в себе собирают, агрегируют билетный инвентарь со всех автовокзалов, систем и так далее. Это как раз таки те сайты, которые сейчас занимаются в основном продажей онлайн билетов. Следующее. Это партнерские сети. Здесь к нам тоже партнерские сети, веб-мастера, инструменты для вас, потому что мы видим, что здесь ниша достаточно свободна, мало кто для чего для этого рынка делает, и обратный спрос на это тоже есть. И отдельную категорию хочется выделить трансферы. Трансфер — это, можно сказать, такое новое явление сейчас для туризма в России, по крайней мере, точно. Это связано с тем, что страна у нас достаточно большая, но для того, чтобы обеспечить везде транспортную доступность, не всегда достаточно ЖД и самолетов. И сейчас появляются прям отдельные автобусные компании, которые специализируются на перевозках от аэропортов до конкретных регионов. То есть вы прилетаете в Крым, а дальше автобусы вас разводят по всему Крыму. То есть они прям заточены на трансфере от аэропорта до города. С этим тоже можно работать. Там сейчас уже хороший объем перевозок и это развивать. Ну и вот если сейчас резюмировать, какая есть ситуация с проблемами на рынке, а на самом деле любая проблема — это новые возможности для нас. Первое — это отсутствие единого расписания. Это как следствие даже второй проблемы. Отсутствие единой системы, где все бы хранилось. Это значит, что можно с этим работать. Расписания нет как сущности единые, чтобы прям вот знать, как автобус ходит по всему, по всей России. Но с расписанием надо работать, потому что это как бы сейчас один из ключевых источников трафика, который потом можно конвертировать дальше. Нет единых систем, о чем я сказал. А дальше это отразится на покрытии. Карту покрытия позже покажу. Следующее — это отсутствие единых стандартов. Это то, как устроен рынок сейчас. Это именно регуляторная история. Но опять же это в том числе можно заниматься просвещением людей, потому что люди приходят и им можно рассказывать о том, а что вас ждет и с этим привлекать трафик. Ну и электронный билет сейчас пока его нет. То есть его можно купить в интернете, но обязательно надо его распечатать. Точнее, закон можно трактовать двояко, и какие-то перевозчики пускают по билету со смартфона, а какие-то нет. Но в целом распечатывать лучше распечатать. Мы настоятельно рекомендуем всем клиентам распечатывать, чтобы там не было проблем. Отмечу здесь, что мы и наши коллеги по рынку, мы активно сейчас работаем над тем, чтобы вообще понятие электронного билета появилось и начали пускать в автобусы по электронному билету. Потому что как только это появится, должен случиться просто большой прорыв именно, что касается онлайна. Итак, давайте теперь поговорим, а почему пассажир выбирает автобус. Расскажите, кто когда последний раз ездил на автобусе? На Междугороднем. Именно, да, не в городе. Почему выбрали автобус? Чаще ездят, да. И поехали. От точки до точки, да. Еще какие варианты? Вот, ну вот на самом деле вы, наверное, сейчас назвали все три основные причины, почему люди сейчас выбирают автобусы. Первое – это еще и цена. Чаще всего автобусы бывают сильно дешевле, чем там ЖД или авиа. И у нас там через пару слайдов я покажу как раз такие популярные направления по автобусам и насколько это дешевле, чем ЖД. Следующее – это отсутствие альтернатив. Действительно, страна большая, и рельсы не везде, аэропорты не везде, а на автобусах можно много куда добраться. Это первый момент. И второй еще, кстати, отсутствие альтернатив. Вот, например, Москва-Питер. Казалось бы, с поезда ходят там 20 поездов в день, там самолеты летают каждый час, и автобусы ходят полные. Но если вы, допустим, захотите завтра вечером на Сапсане поехать в Питер, билет будет стоить, не знаю, тысяч восемь. При этом за два месяца можно купить билет на Сапсан за тысячу с небольшим. А в автобусах динамических цен нет, да. И вы можете уехать за тысячу рублей и завтра в Питер спокойно. Вот. Ну и комфорт. Да, вот комфорт, о чем вы как раз сказали. Комфорт в чуть более широком смысле этого слова, чем просто сидеть в мягком кресле с кондиционером. Это именно комфорт человеческой жизни, когда автобусы действительно ходят сильно чаще. Поезда, например, могут уходить там в 11 вечера, вы приезжаете в 3 часа ночи, а на автобусе вы можете спокойно сесть в 7 вечера и спокойно быть дома, да. То есть надо понимать как раз таки специфику каждого региона, где использовать именно преимущество автобусов, и это дать клиенту. И тогда люди будут приходить к вам. Как именно устроена покупка в онлайне? Первое — это глубина покупки билетов в онлайне. Это сейчас тоже сильно отличает автобусы от, например, ЖД и авиа. Около 20% людей покупают билеты в день отправления. То есть сегодня купил, вечером уехал. И, конечно, представьте, если был бы электронный билет, эта цифра была бы еще бы выше. Но пока нужно это распечатывать. Об этом надо, естественно, рассказывать людям, чтобы потом не иметь негатива. Около 66% покупают билеты в течение первых трех дней, точнее, до трех дней до отправления. Ну и в течение недели покупают 80% билетов. С чем еще вот это связано? Ну вот здесь, если посмотреть на слайде, вот здесь циферка 30, это на самом деле глубина продаж автобуса. То есть сейчас большая часть билетов систем не имеет возможности продавать билеты больше, чем за 30 дней. Но, как мы видим, людям, в принципе, больше это и не нужно. Большая часть людей покупает за 7 дней. Сейчас это еще и связано с тем, что отсутствует динамическое ценообразование. Ну, скажу так, что мы в том числе будем способствовать тому, чтобы динамическое ценообразование появлялось и стимулировать людей к более долгосрочным покупкам. Так что понимание того, как люди покупают, это тоже надо использовать при своей работе. Следующее — это средняя стоимость билета. Как она колеблется в течение года? Это средняя стоимость билета, не заказа. И как она устроена в течение года? На самом деле этот график интересен еще и другим, что он показывает, на самом деле, сезонность очень хорошо. Потому что сезонность устроена следующим образом. Есть, понятно, летний пик, когда люди очень сильно едут на юга, и там цена билета возвращается. Но в то же время билеты на автобус — это очень часто, как вот сказали правильно, вот девушка сказала, поездки на 3-4 часа — это как раз-таки праздники, когда майские очень сильно хорошо выходят, июньские праздники, февраль, март. Здесь люди прям вот… Мы видим очень высокие всплески продаж. И если бы здесь был график именно с продажами, то по объему продаж он сопоставим с летним пиком. То есть на майские праздники… То есть апрель — это такой же пиковый месяц в продажах, как и июль. Просто потому что люди очень хорошо едут на майские праздники. Сейчас перед ноябрьскими будет очень опять очередной взрыв, потому что там 4 дня выходных, и люди поедут. Единственное, что важно учитывать, мы так в свое время тоже был интересный кейс у нас, когда… Ну, праздники праздниками, но мы не учли трудовой кодекс. По трудовому кодексу праздничные дни были смещены, и вроде бы майские праздники, а разбив получился такой, что особо ехать на 2 дня всего немало кто захотел. В итоге объем продаж был меньше, чем изначально планировали. Ну, это вот такие интересные моменты тоже бывают. Следующий важный момент – это продвижение в регионах. Как я уже рассказывал, рынок очень дефрагментирован, в том смысле, что автовокзалы живут сами по себе, системы разные, и вот так выглядит картинка, как люди ищут. То есть, в принципе, люди приходят и действительно интересуются темой автобусов. Видно, что прямо начиная там с Дальнего Востока и заканчивая крайними европейскими точками – это реальные поиски пользователей. Спрос к этому есть. А вот так выглядит география покупок. На самом деле это география доступности в онлайне. И для нас с вами это еще в том числе возможность не совершить ошибку, не пытаться продвигаться сразу по всем регионам, а выбрать какой-то конкретный регион, где достаточное количество автобусов, где очень хорошее покрытие и четко с этим регионом работать. То есть, да, есть восточно-европейская часть, ой, точнее, не восточно-европейская часть России, есть Сибирь, где очень хорошо тоже в онлайне все развито. И вот уже та часть России, которая больше на Европу направлена. При этом для нас важна, просто это ключевая часть нашей работы, уже сколько там, три года непрерывное расширение ассортимента. И, соответственно, работая с крупным игроком, вы получаете автоматическое расширение ассортимента. Потому что вы сами видели, сколько еще не покрыто, вот разница очень большая. И оно со временем будет появляться все. Следующее – это про топ направлений. Здесь сравнение с GDAV. Я здесь, прошу прощения, не очень получилось крупно. Всем потом вышлем, и в нашем чате все эти данные будут доступны. Все, аналитику мы скинем. Видно, что это средняя цена взрослого билета за 18-й год, что покупают в онлайне. И можно посмотреть, что действительно GDAV, во-первых, часто дороже, а во многих случаях просто нет альтернатив еще. То есть, например, в Киржач, Переславль-Залезке, или там Новомосковск, кроме как на автобусе, в принципе, нельзя уехать. И это тоже новые для нас возможности. И, как я говорил раньше, что там цена и так далее. Привлекая людей на автобусы, можно продвигать еще и GDAV и авиа. Вот, например, еще направление популярное, если исключить Москву. Москва на самом деле действительно на данный момент с точки зрения проникновения онлайна очень высокая. То есть в Москве она сильно выше цифры, чем 5%, но если в среднем по России, пока это 5% устроено. Вот. И, соответственно, о чем я сейчас как раз сказал, что работая с нами и вообще привлекая людей на автобусный трафик, на самом-то деле можно им потом предложить в качестве альтернативы еще и авиа и GDAV, и работая с нами, вы можете сразу получить. То есть привлекая трафик на автобусы, можно потом продать и авиа и GDAV билеты, тоже с этого заработать. Это вот наши ставки. Подробнее про партнерскую программу можно будет пообщаться отдельно. Вот. Или если уже потом в блоке про вопросы. И также вот, что касается аналитики кейсов, мы постоянно все это публикуем в нашем телеграм-канале Добрый Офер. Присоединяйтесь. Там вот все, что касается новостей, кейсов, аналитики, акций, розыгрыша, это все есть. Добрый Офер. Можно по QR-коду перейти. Давайте дальше поговорим про оптимизацию и SEO. Помните, в самом начале я вам сказал про цифру в то, что билетной тематикой интересуется всего 1 миллион пользователей в онлайне. На самом деле за этим кроется еще сильно больше, что люди приходят за расписанием. Вот можно посмотреть. Это график из SimilarWeb, как там основные игроки за последний год меняются. И вот тот рост, который мы показываем, мы прям вложились в SEO и про это много рассказываем и пишем. И трафик на самом-то деле там есть. То есть если сложить всех игроков, и здесь еще не хватает одного крупного игрока, которого нельзя оценить чисто в автобусной тематике, то исключительно в Яндексе сейчас поискового трафика около 12 миллионов в месяц. Еще есть Google со смартфонами, очень сильный. И автобусного трафика много. Это те, кто интересуется именно тематикой расписания. А дальше уже задача наша с вами сконвертировать этих людей в продажу. Потому что если человек пришел за расписанием, ну, как мы уже знаем, он через день или два поедет на автобусе. Просто если рассказать ему о том, что вы можете купить билет, то можно на этом зарабатывать. Это вот то, что касается общего направления по SEO. Если говорить чуть более детально, то буквально недавно у нас вышла статья в блоге Travelpayouts, где мы на примере автобусов как раз разбирали и на технические аспекты продвижения в SEO. Так что тоже можете почитать. Это прям хороший материал там. Вот. И следующий момент, который еще хотелось обсудить, который очень тоже хорошо себя показывает, это работа с ситуативным маркетингом. Кто знает этот фестиваль «Дикая мята»? Вот в этом году он проходил, он, по-моему, всегда проходит, да? Под Олексином. Это вот находится, ну, вот примерно вот здесь. Это рядом с Серпуховым, под Москвой. Как туда добраться? Ну, можно разными способами доехать до Серпухова и так далее. На официальном сайте мероприятия было размещено, как добраться. Вот там точно расписание рейсовых автобусов «Москва-Олексин». И ссылочка была там. Эта ссылочка конкретно на сайте вела к нам. И разместив эту ссылку, мы получили вот просто такой семикратный рост трафика по конкретному направлению. Могу сказать, что в продажах получилось то же самое. То есть вот работая конкретно под запросы клиентов, работая с какими-то мероприятиями, тоже можно очень хорошо привлекать трафик, потому что, как я уже говорил, автобусы — это часто либо комфорт по времени, да, может быть, либо единственная возможность куда-то добраться. Так что активно этим пользуйтесь. Кейсы успешные есть, это работает. Ну и, кстати, вот просто для сравнения, если сезон с точки зрения посещаемости приходится на июль, то вот здесь видно, что сезон вообще не попал. То есть пик прошел сильно выше сезона. То есть с этим тоже прям активно можно работать. Вот. Ну и сейчас уже давайте подведем итоги и дальше уже обсудим конкретные, какие есть вопросы, как с этим лучше работать. Еще раз. Учитываем ситуацию на рынке. О том, в частности, что интересно, это рынок пока еще разрозненный, и автовокзалы, они больше сконцентрированы на оффлайне, поэтому есть возможность посмотреть в сторону онлайна. Второе. Понимаем потребности клиентов, где действительно автобус может быть пользой для клиента, где это вполне себе достойная альтернатива по времени, по цене и по комфорту. И, решая эту потребность клиента, это приносим пользу себе и клиентам. Ну и третье. Это вот продвигаемся по регионам, не пытаемся расфокусироваться на всю страну, а выбирать четкий фокус, и это даст очень хороший результат, потому что онлайн проникновение, оно сейчас еще есть не везде. А там, где оно есть, там доля онлайна сильно выше на самом деле. Вот. На этом все основное. Сейчас давайте ваши вопросы и обсудим, что еще можно делать. Да? Вот. Спасибо. Спасибо за доклад. Я обратил внимание, что у вас цены не очень хорошие для клиентов. То есть, например, если сравнить с конкурентом, можно, наверное, говорить, да, например, с Босфор, то есть если сравнить конкретные направления, у них цены дешевле, то есть для юзера, но более привлекательно. Почему так? Смотрите, вот по конкретным направлениям здесь может быть действительно разная ситуация. Мы, конечно, тоже себя сравниваем, и цена, она формируется, вот по направлениям сильно отличается. От чего вообще зависит цена в онлайне? Многие перевозчики хотят, чтобы мы продавали прям под такой же цене, как у них, и они нам дают вознаграждение прямо внутри тарифа, что в кассе, что у нас это будет одинаково. Где-то мы ставим больше на ценку, где-то они меньше. То есть вот если в среднем сравнивать, у нас цены с ними одинаковые. по каким-то направлениям может отличаться. Прям где-то рублей на 100-150 я отличие видел, когда билет стоит рублей 500-600. Например, направление Челны, Казани, если интересно. Челны, Казани. И мы меньше продавали. Сейчас мы прям напрямую работаем с перевозчиками на снижение цены. Потому что получение контента от перевозчика до нас может стоять 3-4 системы. И наша задача как раз уменьшать количество систем, чтобы дать лучшую цену. То есть это дело времени? А? То есть это дело времени, потом вы дадете до всех, и цена будет хорошая. Да, спасибо. Еще вопросы? В телеграм-канале добрый оффер. Мы там публикуем аналитику. Вступайте, там все это будет. У нас есть точечные перевозчики, с кем мы работаем из тех регионов. Если говорить по покрытию, у нас сейчас уже достаточное покрытие по Европе. Просто пока еще в русскоязычном сегменте интернета мало людей, кто понимает, что на русском сайте можно купить билет на автобус по Европе. Собираемся, да. То есть какие-то решения есть, но там сейчас есть, скажем так, более важное направление в России, которое закрывается. Да, да, да. Активно, да, да, идет. Да. Распечатать. Конечно, да. По работе в электронную часть мы активно работаем. Как вы знаете, поменять федеральный закон достаточно сложно, но какие-то сдвиги делать можно. И тут просто выступаем таким одним фронтом со всеми участниками рынка, чтобы это сдвинуть. Ну, практически уже решена. Не знаю, не соврать. Я уже не помню, когда последний раз видел билет без электронной регистрации по ЖД. Сейчас, по-моему, почти везде есть уже. Да? Спасибо. Вопрос. Такой вопрос. Значит, если человек еще не определился, на чем ехать, и вводит точку-точку, то Яндекс сейчас выдает авиабилеты. Ну, сначала рекламу, потом авиабилеты, потом вставляет вас или еще какого-нибудь кита большого, который этим занимается. потом дает Яндекс.Расписание. Ну, значит, вебмастер обычный, как и что он должен делать для того, чтобы получить какой-то трафик на автобусы, ну, или на другой, любой транспорт. Какая должна быть статья? Статья о чем она? О точках, о перевозчиках, об автовокзалах, о чем? И у вас же есть информация об этом? С каких статей, с каких типов статей, с какого контента к вам переходят и направляют на вас трафик? Ну, я бы сказал так, что ближайшие, наверное, несколько лет даже ключевым это будет работа по расписанию, потому что не так много ресурсов, где есть это расписание, да? И это автовокзальная тематика. То есть предполагается, что человек пропустит Яндекс.Расписание и каким-то образом дойдет до девятой позиции, где будет мой сайт. Нет, на самом деле, если вы просто ведете расписание автобусов и региональные вещи, там далеко не всегда появляется Яндекс.Расписание. Если в Гугле попробуете, там его уже вообще нет. Тоже есть, конечно. Оно есть. Нет, я имею в виду, смотрите, что ключевые игроки, кто занимается именно расписанческой тематикой, их не так много. А если вы пойдете в регионы, то в регионах как раз таки проще выйти вот с такими низкочастотными запросами по расписанию. Тогда там через полгода, через год. Но в любом случае там вот эти вот, как они, подсказки или виджеты Яндекса, они колдунчики, да? Они выйдут по любому региону от любой до любой деревни, где есть автобусы. И они в любом случае будут наверху. Перспектива все равно. Есть этим заниматься расписание? Ну, с учетом того объема трафика, который там есть, я думаю, что да. Значит, страница, посвященная просто расписанию от точки до точки. И автовокзалы, да. И теоретически она должна сыграть, да? Да, и автовокзалы. Хорошо. У меня еще вопрос. По поводу автобусов в Европу, из России, есть ли направления, насколько они у вас требованы, насколько покупаются ли сейчас билеты? Да. Очень хорошо пользуется популярность в направлении из Питера в Прибалтику, в Хельсинки. То есть там это прям вот… Ну, то есть близкие. А? Близкие. Достаточно близкие пока, да. То есть такие прям совсем дальние направления пока еще не слишком популярны. Хорошо. Если там из Белоруссии, из Украины, там ближе, вы тоже продаете эти? Да, да. У нас есть контент по Белоруссии, есть контент из Украины, туда на Европу. Так. И по Европе внутри, там из города в город, в принципе, тоже через вас можно купить или нет? Да, да, да. Эти тоже есть. А по ценам относительно там этого, ну, регио-джет, фликс-бас и так далее, вы как с ними сможете конкурировать? По ценам, ну, да, да, да. То есть сейчас я вспоминаю, да, в целом это возможно. Ну, то есть у вас приблизительно те же цены. Ну, то есть смотрите, там же как бы в Европе, в этом плане чуть ситуация другая, там есть как раз таки агрегаторы, так называемые тоже GDS, которые собирают, мы интегрированы с ними, получаем этот контент от них и выдаем в онлайн. Понятно, есть фликс-бас, но это немножко отдельная история, как у них другая бизнес-модель, вот, но в целом это тоже можно с этим работать. И немножко не по теме, вопрос про поезда. Может быть вы в курсе, через Tutu.ru продаются ли и теоретически можно продать из России в Европу билеты на поезда? Из России в Европу недавно подключили в Финляндию, во все остальное пока нет еще. Вот смотрите, Прага, там Берлин и так далее, они, ну, они ищутся через Tutu.ru, и я почему спрашиваю, потому что у меня там пару страниц есть, и они с трафиком, причем с хорошим трафиком, и я там за все время продал билеты из Казани, ну, то есть, непонятно, заточен по Европе, и через Куки там как-то случайно у меня внутренние билеты продаются, а вот в эти направления, хотя билет он ищется, да, пожалуйста, а почему он не продается? Чтобы это лучше отдельно-то обсудим, я просто сейчас могу не ответить. Точно, да. Точно, да. У компании Блаблакар есть виджеты с расписаниями, которые стоят на партнерах на крупных, как-то отжимают они трафик. Еще раз. Блаблакар. Блаблакар? Да, да, да. У них есть виджеты расписаний, которые стоят на крупных площадках, они как-то отжимают автобусные вот эту выдачу и вводят нас уже не на автобусные перевозки, а на Блаблакар. Да, они отжимают, и сервисы попутчиков действительно выступают такой, стали, наверное, ключевым конкурентом и в онлайне, и в оффлайне для автобусных перевозчиков. То есть они это понимают и как бы вот именно в онлайне мы здесь можем им всем помочь, потому что перевозчики автовокзала в онлайне лезут, а трафик они, соответственно, пассажиров у них отжимают. Потому что люди действительно выбирают, а цены там дешевле, и чаще предложений может быть больше. Но в то же время, ну это уже отдельная история, почему люди их выбирают. Здравствуйте, я Валера. Так как основной вопрос – это дигитализация данных от поставщиков автобусных услуг, я знаю этих поставщиков. Что мне им передать, и что вы им готовы предоставить, чтобы они смогли поставлять данные? Потому что я бы хотел продавать исходящие рейсы из моего города, например. Еще раз, можете повторить, просто плохо слышно было. Так как есть игроки оффлайн у меня в городе, например, что мне им передать, чтобы они смогли поставлять вам данные? Потому что я хочу продавать их билеты у себя на сайте, но форма поиска пустая, и просто портится поведенческий фактор на сайте. Я пока закрыл страницу. Смотрите, во-первых, мы не уводим трафик из оффлайна онлайн, мы приводим новых трафик, можно с этим как конкурентное преимущество. Второе, мы даем аналитику для перевозчиков. Конкретно у нас есть аналитические инструменты, которые позволяют оценивать эффективность маршрута и вообще понимать, куда им двигаться. И третье, это вот совсем скоро у нас запустится, одно из ключевых для перевозчиков, это репутация бренда. Именно как к ним относятся, в том смысле, что люди, которые ездят, очень часто пишут отзывы про них, и мы у себя это собираем. И буквально в ближайшее время появится возможность, что перевозчики напрямую начнут отвечать пассажирам на отзывы. Соответственно, если у вас поставщик контента – это перевозчик, он получит возможность общаться напрямую с своими клиентами в онлайне и на профильном ресурсе. Артур, привет, спасибо за презентацию. Подскажи, пожалуйста, поподробнее про трансферы. То есть сейчас не из всех аэропортов или там автовокзалов есть какие-то трансферы до какой-то определенной точки. Как их искать, как их предлагать, как их можно продвигать. То есть откуда-то они есть, может быть, есть какой-то список, что можно продвигать, что уже есть реализовано. Ну или что-то. Я понял. Сейчас это в основном работает на юге России. Это то, что касается из Анапы, из Симферополя. Оттуда, значит, есть трансферная по Крыму и по югу России, по Краснодарскому краю. Отдельно есть еще в Абхазии. То есть это когда вы долетаете на самолете до какого-то аэропорта и дальше уже пересаживаетесь. То есть я бы фокусировался в ближайшее время на вот этих регионах и предлагать пользователям, что можно на самом-то деле не просто доехать на поезды до конечной точки, а посмотреть возможность долететь на самолете и пересесть на трансфер. Интересная особенность там в том, что как раз-таки на юге, который сейчас развивается, автобусы гарантируют то, что они дождутся пассажира, если, например, самолет опоздал. Или наоборот, если трансфер опаздывает, то они на себя берут ответственность за то, чтобы посадить потом пассажира на следующий самолет. А об этом где-то написано на сайте или это пока такая информация, ну скажем, больше in-house? Ну она скорее… Насколько подробно там это все расписано, да, чтобы… Это скорее будет вот такой, знаете, некий тренд, который уже… То есть он сейчас в этом году, это вот были пилотные проекты, которые себя очень хорошо показали, и к следующему году они могут уже гораздо лучше зайдут. То есть это то, что тоже можно использовать, чтобы к следующему сезону на этом зарабатывать. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас API, через которое можно получать расписание и, например, делать продажу? Сейчас пока нет, но в планах есть и будут продукты по расписанию, как раз таки, да, вот чтобы продвигаться по расписанию и по продаже. Спасибо. Да, за новостями. Какие сроки примерно? Я думаю, до конца года. Здорово, да. Все новости касаются вот инструментов там про расписание, все, что будет в телеграм-канале, я думаю, и в партнерской сети. Доступно.